Местным журналистам устроили мозговой штурм. В Наринмаре состоялся образовательный форум для представителей СМИ, так называемый Инфорум, организован Союзом журналистов России к столетию общественного объединения. И с этой программой эксперты побывают в 25 регионах страны. Подробности далее. Пожалуй, на этой встрече обращение коллега как никогда оправдано. Модератор, журналист, эксперты и все слушатели тоже журналисты. Даже приглашенные на Инфорум активисты движения школьников и те работают по информационно-медийному направлению. Как мне кажется, журналистика одна из, как уже сказали, одна из главных профессий. Ведь людям надо донести информацию, чтобы они знали, что происходит сейчас, можно ли выходить на улицу, может праздник какой. В программе Инфорума сплошная масса полезных советов для региональных журналистов. Например, для представителей печатных СМИ был организован мастер-класс по газетному дизайну. А местным блогерам рассказали, как не просто вести свою авторскую колонку, а стать медиабрендом. Следующий совет – это, конечно, знать свою аудиторию, следить за ней, изучать ее реакции, смотреть на цифры, смотреть на психологию. В общем, чем лучше вы знаете аудиторию, тем лучше, в конечном счете, вы спозиционируете себя, чтобы найти вот этот вот стык полезности. Своим опытом с гостями поделилась и местный блогер Ирина Коткина. Ее чумотеке уже 9 лет. И за это время неофициальный блог Нинецкого округа стал настоящим народным СМИ. От Инфорума нинецкий блогер осталась в полном восторге. Говорит, некоторые моменты даже стали для нее откровением. В глубинке нужна такая встряска. Мы живем здесь очень кулуарно, очень по-домашнему, мы варимся в собственном соку. И, конечно же, необходим вот этот вот свежий такой ветер, вливание, новые люди. В работе Инфорума также принял участие представитель Роскомнадзора. Это учреждение контролирует работу всех средств массовой информации. Его доклад в основном касался нарушений, которые допускают журналисты в своих материалах. Правда, местных корреспондентов эксперт назвал вполне законопослушными. СМИ Нинецкого округа приносят нам очень мало беспокойства. У нас зарегистрировано на учете где-то 9 СМИ, издаваемых на территорию. Но это немного. Хотя, опять же, если учесть плотность населения округа, то, наверное, это и нормально. Можно сравнить в Архангельской области 200, здесь 9. Инфорум продолжался в течение всего дня. Говорили много, обсудили новые подходы работы в социальных сетях, а начинающим журналистам рассказали о важности фактчекинга. Это проверка достоверности полученных фактов. Надо сказать, что Союз журналистов России, как оказалось, самая крупная общественная организация страны. В ее составе полмиллиона человек. Серию медиафорумов по регионам эксперты организовали к столетию Всероссийского объединения. Мне кажется, это был очень полезный опыт именно такого совместного общения. Скорее, это был опыт именно диалога, а не монолога с нашей стороны. Мы надеемся, что и для коллег это было полезно. Ну, а в качестве совета, что могу посоветовать коллегам? Любите окружающий мир, любите людей. Пишите об этом, снимайте. Нарьинмар для Союза журналистов России стал четвертым городом. С инфорумом эксперты уже побывали в Кемерово, Иваново и Омске. Свою образовательную программу они планируют представить в 25 регионах страны.